Друзья, привет! 11 мая 2000 года автоколонна, состоящая из двух грузовиков «Урал» и одного БТРа, двигалась из Ингушетии в Северную Сетью. В 10.15 по местному времени в Сунжинском районе возле села Галашки колонна попала в засаду. 10.15 боевиков открыли огонь из автоматов, снайперских винтовок и гранатомётов. Бой продолжался от 20 до 30 минут. Расстрел колонны внутренних войск из засады случился на глуховатом горном серпантине, тянущемся вдоль границы с Чечней. За сутки до прохождения колонны и за несколько часов до её выхода из расположения части поступили оперативные данные, что в лесу неспокойно, что один из местных жителей видел готовящихся к бою бородачей, что тироид окопы. Место трагедии производило гнетущее впечатление. Там, похоже, пылало всё, что в принципе могло пылать. Тела представляли из себя обугленные маленькие обрубки. В колонне внутренних войск МВД России находилось 22 военнослужащих 99-й дивизии особого назначения. Все они были уволены в запас и направлялись из Галашек во Владикавказ, чтобы оттуда разъехаться по домам. Ни о какой разведке перед маршем или вертолётном сопровождении колонны не было и речи, вся трасса проходит по территории мирной Ингушетии. К тому же все солдаты были вооружены, да и местность была им хорошо знакома, именно здесь так называемая зона ответственности дивизии. Когда колонна оказалась в узком ущелье, расположенном между сёлами Галашки и Алхасты, всего в четырёх километрах от чеченского Бомота, из зелёнки раздались первые выстрелы. Бойцы не успели даже вылезти из машин, как взорвался, вспыхнул и перегородил остальным дорогу, шедший первым Урал. Граната, выпущенная из гранатомёта, попала в бочку с бензином, стоявшую в кузове грузовика. Через несколько секунд точно так же подбили и другие Уралы. Солдаты, пытавшиеся выскочить из горящих грузовиков, попадали под шквальный автоматный огонь. Как говорят военные, шансов выжить у попавших в засаду милиционеров практически не было. Огонь вёлся сверху, над дорогой. Те бойцы, которых не достали пули и осколки, заживо сгорели в машинах. Когда к месту трагедии подъехали ингушские милиционеры, всё уже было кончено, а нападавшие ушли в горы. Через два часа к месту трагедии приехало всё руководство Ингушетии. Около тысячи милиционеров окружили район и начали его прочесывать. Но задержать никого из нападавших так и не смогли. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его пожалуйста лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр!